Также накануне Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл открыл 14-й турнир по русскому хоккею с мячом на Красной площади. В торжественной церемонии приняли участие председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Подробнее о событии в сюжете Галины Ледвиной. Турнир по русскому хоккею на Пресвятейшего Патриарха Московского и Всея Руси – ежегодное соревнование, финал которого с 2012 года традиционно проводится в самом сердце российской столицы – на Красной площади. Спортивное состязание организовано в рамках соглашения о сотрудничестве Русской Церкви и Федерации хоккея с мячом России. Оно было заключено в декабре 2009-го. Турнир уже 14-й по счету. Церемонию открытия посетил предстоятель Русской Церкви. Патриарх вышел на хоккейное поле, чтобы поприветствовать юных спортсменов. Когда я был такого возраста, как вы, и когда речь заходила о хоккее, в сознании всегда возникала картина того хоккея, который мы сегодня называем русским, хоккея с мячом. Это была главная спортивная зимняя игра. И тысячи и тысячи людей посещали большие стадионы для того, чтобы насладиться этим замечательным спортивным зрелищем. Замечательно, что сохраняется среди большого количества спортсменов, болельщиков, вообще любителей спорта, уважения и любовь к историческому русскому хоккею с мячом. Вот почему я приветствую проведение турниров на Красной площади, турниров на русском хоккею. Его святейшество подчеркнул, что национальный вид спорта требует всеобщей поддержки. Я полагаю, что турнир на Красной площади является замечательным способом и средством вновь большому количеству людей сказать и показать красоту и все замечательные характеристики, которыми отличается этот вид спорта. Я приветствую еще раз тренеров, руководителей и, конечно, наших молодых замечательных спортсменов. И желаю вам помощи Божьей, успехов в вашем замечательном спортивном труде. Желаю вам успехов, желаю вам побед, а самое главное, желаю всем, от кого это зависит, продолжать популяризировать русский хоккей, хоккей с мячом. Затем на ледовой арене прозвучал гимн Российской Федерации. Его исполнил воспитанник Ульяновского гвардейского суворовского военного училища Министерства обороны России Александр Минькин. Сразу по окончании церемонии состоялись игры-мини-турниры с участием детских команд. Состязания на Красной площади завершатся 16 февраля.